МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А далее мы будем заказывать проект, и проектировщик уже будет по месту смотреть, что и где разместить на данном участке, который закреплен за домом. Подать заявку на участие в программе можно до 1 мая. Список дворов, которые будут благоустроены в этом году, опубликуют в конце весны. Стоит заметить, что с начала года уже подано около 150 заявок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За счет системы Платон в Поморье отремонтирован 51 километр дороги. Всего в бюджет по этой системе грузоперевозчиками было перечислено дополнительно 500 миллионов рублей. Сейчас федеральные инспекторы проверяют качество ремонта этих дорог. Напомним, 9 февраля Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за плохие дороги в виде крупных штрафов – до 500 тысяч рублей для юридических лиц и до 100 тысяч для физических. Наказание будет грозить за несоблюдение требований по обеспечению безопасности при строительстве дорог, их реконструкции, содержании и ремонте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 18 и 25 марта в Архангельске пройдут большие субботники. Об этом сегодня было заявлено на совещании в администрации города. В акциях по наведению порядка могут принять участие все желающие. Основная задача – это уборка снега, уборка рекламных объявлений, просьба к управляющим компаниям активно поработать в этой части, в части подготовки субботника и проведения его, ну и, соответственно, принять меры к закрашиванию фасадов домов, там, где наши любители граффити любят упражняться. В рамках подготовки к артическому форуму уделяется внимание и состоянию городских дорог, составлен план объектов для первоочередного ремонта. Избавляется город и от старых построек. Это торговые павильоны, гаражи и остановочные комплексы. Как помочь найти общий язык родителям со своими детьми? Новым методикам обучали сегодня педагогов, медиков, психологов, которые работают с семьями. 35 специалистов социальной работы сегодня впервые стали участниками семинара всероссийского уровня. Задача – повысить знания специалистов социальной сферы Поморья в семейных вопросах. Обучение провел ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев. Как практика показывает, проблема детско-родительских отношений все-таки сегодня на первом месте. Родители зачастую очень требовательны к ребенку, но не к себе. Выражаются с ребенком эмоционально. Один из курсов, который я буду презентовать – это уроки семейной любви, которые проходят в Пермском крае. И там речь идет фактически об этике семейных отношений, о том, как с любовью, с добром, с пониманием выстраивать эти взаимоотношения в семье. Ключевая идея семинара – воспитать в первую очередь себя, а не ребенка. Обучение пройдут около ста специалистов областного центра. Продавцы, инженеры и даже политики в Архангельске впервые выбрали лучшую поморскую маму. В конкурсе приняли участие более сорока представительниц прекрасной половины человечества. Им пришлось показать себя с разных сторон. Вот, например, как у Пчиха поясничала, это кулинарная площадка, где мама должна вспомнить название постных блюд, почистить апельсин на время, то есть показать свою ловкость, да, а по здоровому образу жизни у нас площадка «Зеленая баня». Здесь мамы должны будут ответить на вопросы, ну, насколько они хорошо разбираются и в медицине. В итоге лучшей мамой была признана Ирина Куклина. Планируется, что такой конкурс теперь будет проводиться каждый год. Сегодня в Архангельске начался всероссийский фестиваль зимних видов спорта «Юный Динамо». В столицу Поморья прибывают спортсмены из девяти регионов России. Соревнования будут проходить в четырех видах спорта – биатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт и шорт-трек. К участию в фестивале допущены дети и подростки в возрасте от 12 до 15 лет. К нам уже приехали Москва, Челябинск, Пермь, Удмуртия, Наринмар. А всего участников где-то будет около 400. В нашей команде будут представители Архангельска, Севродвинска, Котласа. То есть основная масса участников, конечно, будет с нашей области. Он уже проходил в Удмуртии, в Казани, в Перми. В этом году это доверили провести Архангельск. Состязания пройдут на стадионе «Динамо» в Архангельске и на лыжном стадионе имени Владимира Кузина в Приморском районе. Архангельская область присоединилась к всероссийской акции, посвященной вопросам безопасной работы школьников в сети интернет. Организованы специальные уроки, различные конкурсы, квесты и даже родительские собрания. Особое внимание соцсетям. Сегодня практически у каждого школьника в виртуальном пространстве есть сразу несколько страничек. Как уберечься от различных мошеннических предложений? Как максимально обезопасить свои личные данные и свой аккаунт от взлома? Вот лишь часть тем, которые в первую очередь обсуждаются с юными пользователями сети. Уметь фильтровать информацию, не идти на поводу, уметь себя контролировать. И тогда никакие мошенники и чего они вам не предлагали, куда бы они вас не втягивали. Если вы будете личностью, будете все это понимать и осознать, ничего с вами страшного не случится. То есть надо немножко включать голову и учиться мыслить. Сегодня в 17 часов в Музее изобразительных искусств состоится закрытие Всероссийской художественной выставки «Лики России». Более трех месяцев она работала на восьми площадках Архангельска и объединила более полутора тысяч лучших мастеров России, раскрывающих в своих работах тему человека в искусстве, самобытность традиций и уникальность мест его проживания. В рамках выставки прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Современное изобразительное искусство России». На площадках были организованы обучающие занятия для школьников и многочисленные экскурсии. Заслуженная артистка России Нина Туманова представила спектакль «Сказка в подарок». Это история тигренка, который забыл про свой день рождения и бегемотика, который любит есть печенье перед сном. Для юного зрителя спектакль построен в игровой форме, а для их родителей это своеобразный мастер-класс, который показывает, как можно весело и необычно играть со своим ребенком. Через такие спектакли можно будет, играя с детьми, понять, а у моего-то ребенка, оказывается, вон какие проблемы, оказывается, вон как он любит, или наоборот, он дома вот такой или там в садике стесняется, скромничает, а здесь он вон как играет, и вот какой он живой. «Сказка в подарок» – интерактивный спектакль. Он рассчитан на детей, которым еще рано ходить на представления в Театр кукол. В Котласе прошли традиционные чемпионаты и открытое первенство по гиревому спорту. География участников обширна. На соревнования приехали команды из Коныши, Коряжмы, Северо-Онежска, Урдамы и Великого Устюга. Всего 32 участника. Соревнования проводились в номинациях «Двоеборья», «Рыбок», «Жим двух гирь». Прошла и эстафета среди гиревиков. На соревнованиях было разыграно несколько комплектов наград, а в командной эстафете победу одержали гиревики из Котласа. Продолжение следует...